Друзья, в этом видео разыгрывается три приза по тысяче игрового золота. Все, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать один комментарий по поводу данного боя, и в конце указать свой игровой никнейм. А вот победители из предыдущего видео. Приветствую всех, друзья! Уже совсем скоро в нашей игре стартует битва блогеров. Пока что точных дат нет на момент выхода этого видео, но она будет уже вот-вот, вот-вот совсем скоро. Вы сможете поучаствовать в ней за нашу команду, нашу с Ниром, за гранью. Получить кучу разных преимуществ, кучу разных плюшек, в том числе командиров, коммуфляжей и прочее. А пока у многих возникает вопрос, а на чем же в этой битве блогеров играть? Я дальше буду делать подробные гайды, вот именно гайды, где буду сам играть, сам рассказывать и показывать, какое оборудование ставить и так далее. А пока сегодня, я просто всем напоминаю, что совсем скоро эта битва стартует. И посмотрим хороший бой на танке Т110Е5, который, в принципе, вполне подходит для этой битвы. Почему? Потому что там режим 7 на 7. Там в основном, конечно, рулят... Смотрят, куда прыгал. В основном рулят тяжики. Приезжаешь куда-то к захвату, начинаешь рубиться, начинаешь стреляться. И Е5, в принципе, это делать может. Единственное его главное, ну, главный недостаток, я думаю, вы все понимаете, знаете и так далее. Это его командирочка, которая... Многострадальная командирочка, я бы даже сказал. Потому что она то была очень картонной, то ее потом зашили. И она стала невероятной... Ну, просто перестала пробиваться, стала невероятно крепкой. И Т110Е5 стал им бой. После этого... После этого снова ее, так сказать, поднерфили. В общем, Е5 танк страдалец. И после этого Е5 еще немножко переделали. Там изменили ему ДПМ. Насколько я помню. То есть он стабилизированный. С ДПМчиком. И вот просто приезжать от башки, наваливать. Да, вас там что-то будут командирки выцеливать. Но пока они выцеливают, вы в это время ДПМите, ДПМите, ДПМите и ДПМите. За счет стабилизации, за счет хорошей перезарядки, вы накидываете множество урона. Единственное, что... Ну, не все таким образом могут пользоваться. Для них пойдут, может быть, там, другие варианты, типа Объект 705 и прочее. Но я говорю об этом немножко в других видео. Я расскажу, какие вообще в целом танки. Ну, отдельное видео будет по танкам для битвы блогеров вообще в целом. Из всех, какие я рекомендую. И по наиболее рекомендуемым, по каждому отдельный гайд. Ну, а теперь давай посмотрим непосредственно сам бой. Здесь приехали. Ну, особо комментировать здесь нечего. Вперед-назад, вперед-назад. Пытались, не подставляя командирку, что-то тут настрелять. Вроде как немного получилось. Но теперь у нас такой небольшой перекрестный. Ну, благо 50 ТП стоит не очень хорошо, ошибается. Попал ему куда-то, ну, встык башни. Но, по идее, даже туда должен пробивать. Вот сейчас смотрит. Вводит прицелом. Смотрит, куда лучше всего пробить. Где более зелененьким горит. Здесь, к сожалению, получаем от Мауса. Даем ему в ответ и наклоняем корпус таким образом, что даже в НЛД этот 50 ТП нас не пробил. Ну, не пробил бы. Но он мог, конечно, в НЛД стрелять. Но это мало кто понимает. Обычно все привыкли стрелять в НЛД. Ты, как бы, задираешь спину. И таким образом у тебя на НЛД получается дикий угол, который никому не пробить. И соперник просто начинает теряться. Настреляли 6 тысяч урона. Просто, ну, приехали, развалили фланг. И теперь надеемся. Ну, 3 тысячи еще натанчили. И теперь надеемся, что где-то там есть ХПшки. А где-то там есть ХПшки по-любому. Потому что там почему-то ИС-7 решил, что он СТшка. Ну, в принципе, ИС-7 может, как СТшка, куда-то там ворваться. Ну, в принципе, это такая хорошая анти-СТшка. То есть он реально приехал, а ему СТ-то ничего сделать не могут. Он сделал 3 фрага. И в целом неплохая тактика, наверное. Но за счет этого, ну, то есть представьте, если бы он занял, тут успел приехать, занять позицию, помочь союзникам, помочь этому ИСу. Может быть, этого боя и не было бы. Может быть, мы его бы и не смотрели. Потому что, ну, что тут у И5 осталось? Две тычки от ИСа, 7-го, да, арта, борозок закинуло, все. Так, здесь видно немножко стокового УДАСа. Даем отлично, 6300. Но пока бой не выглядит каким-то суперрекордом. Да, не выглядит. Ну, что, мы настреляли 6300, и, скорее, обычно в такие моменты вся команда начинает сыпаться. Но мы смотрим направо, гриль фуловый. Смотрим налево, семерка фуловая. Глаза разбегаются, что делать. Надо как-то спускаться. Вот мы начинаем искать, ну, спускаться вниз, искать пантерку. Да, вот она, она здесь. Даем в каточек. И здесь следующим снарядом я бы заряжал, на самом деле, ББшку. Потому что, ну, мало ли, сейчас расстреляем по всяким девяностикам, по всяким УДАСам кумали, и потом на семеру не хватит. Семера, кстати, решил, что, ну, СТ-шкон убил, пора бы и базу захватывать. Здесь у нас отличная позиция, потому что мы командирку, получается, чуть-чуть прячем за здание. При этом, я даже не знаю, почему, там вроде в простреле было все. Можно было дальше стрелять эту семеру. Наш герой решает немножко переехать. Тоже так, корпус немного наклоняет. Нет, нет, не было простреля. Все-таки, получается, ИС-7 может проезжать чуть-чуть вперед и не подставляться. Придется нам самим за ним ехать. 8000 урон настреляно. Здесь что-то Индиан Панцер светится. Непонятно, где девяностик, потому что, ну, будет неприятно, если он сейчас барабан раздаст нам в спину. Будет неприятно, если сюда гриль как-нибудь спустится, хотя у гриля там свои проблемы. Захват базы идет. Наш герой, скорее всего, уже, наш герой Майбах ПВНЗ из клана Милос, уже упарывается, чтобы настрелять хоть немножко даги, потому что, типа, не берите, пожалуйста, типа, ЛБЗ, не берите базу, дайте еще урон настрелять. У меня 8000 пытается сказать им Майбах ПВНЗ, но вместо этого пишет, просто не берите позже. И 60 ТП действительно съезжает. 60 ТП действительно съезжает. Обычно в такие моменты команда сразу проигрывает, да, потому что, типа, не взял базу, потом взяли и слились все об гриля. Но это не тот случай, у нас тут есть Е5, который просто дичайше разваливает. И Семера, а, ну нет, не самоуничтожилась, но себе урон она тоже нанесла фугасом, ну, потому что орудием поймали. Тут еще, оказывается, девяностик был фуловый. Мы едем ему давать кумулям. Какой-то очень хороший выстрел залетает, на самом деле. Могло бы не залететь. Здесь немножечко друг друга подпирают. То есть и нашему герою надо поворачивать, и Удасу надо поворачивать. Ну, немного неприятно получилось, и девяностик что-то там падает. А у нас, к сожалению, фугас заряжен на Индиан Панцера, поэтому даем всего 180. Девяностик каким-то чудом упал и ничего не получил. Очень обидно, потому что он сейчас получил от Панцерскомпагена на 500, а вполне мог эти 500 получить от нашего фугасика. Почти десяточку уже есть. И сзади гриль. Гриль переехал к нам. Это просто чудесно. Потому что последний раз, когда мы его видели, он был фуловый. И надеемся, что он все еще фуловый. Мельком там глянул, но нет, там всего лишь 500 хп, к сожалению. Надо здесь успевать убивать этого Индиан Панцера, пока гриль нам в спину не напихал. Даем одну. Сейчас будем давать вторую. И сразу разворачиваемся. Сразу разворачиваемся к причине гриля. А еще артовод есть. Еще есть артовод. К сожалению, у нас не получается добить Индиан Панцера. Но зато получается танкануть гриля. Артовод нам дает на 503. Очень-очень больно. У нас стан. Неприятно. И теперь он разворачивается. Пишет 60 ТП. Остановись. 10к урона. Пишет 10600. Пригласил во взвод этого Панцеркомфагена. Ну, чтобы медальку получить братья по оружию. Чуть-чуть там побольше, может быть, опыта пофармить. Если вообще за это дают опыт, что они во взводе. И теперь надо просто приехать арту, убить дополнительных 500 хп. Это будет больше 11 тысяч урона. У нас пока нет заряжающего. У нас нет фугасов, чтобы ее добрать с фаншота. Но это офигенный рекордный бой. Причем, ну вот, не сказать, да. Вот, когда он ехал оттуда, 6000. Кажется, что, ну, все, как бы. Скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой, как же нам везет. Мы юзаем аптечку. В принципе, этого ГВТ-игра у нас забрать никто не может. Сори, уже глаза слезятся там. Какой час за компом. Будет достреливать, будет брать медальфадин. Ну, навряд ли, нет. Навряд ли ГВТ-игра успеет зарядиться. Поэтому просто берет, добивает, забирает воина и более 11 тысяч урона. Давай смотреть результаты. По результатам. Так и есть 11 тысяч 164 урона. Никаких блайндов нет. К сожалению, вот по 90, представляете, еще можно было бы по 90 фугасам на 500 дать. Это было бы уже 11 600 урона. Там, если бы Гриль еще немножечко приехал в конце с чуть больше хпшками. Ну и так, неплохо. 11 тысяч урона, 6 фрагов. Практически все настрелено в упор по своему засвету. Воевал бодро, весело, задорно. Неплохой бой. Хороший танчик. Сложноватый. Не для всех зайдет. Но, тем не менее, у него есть свои особенности. И в целом выдавать очень может. Даже вот там, когда был турнир Чака, допустим, тот же самый Шотник предпочел его, там, Чифтейну. Да, просто на Е5 больше понравилось. Е5 сейчас хорош. Действительно, есть смысл качать. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видосах и стримах. Пишите, что думаете по поводу Т110Е5. Пока-пока. Продолжение следует.